Я тебя говорю, ты мужик! Эй, эй! Дистанцию держать меня! Успокойся! Дистанцию держать меня! Дистанцию держать меня не спать! Успокойся, успокойся! Ух ты! Всё! На! Ты, в***ь, девушка! Он уже сделал себе хуже! И ты тоже сделал, как ГБР! С п*** ты пойдёшь, понятно? Я тебя найду на улице! Найдёшь! Найдёшь! И все твои друзья и знакомые тоже тебя найдут! Я тебя найду! И откуда ты тоже приехал? Я даже готов попизнать! Куда вы? Съездите! Я куда? Никуда! Я жду сотрудников политики, как только их вызовут! Давайте подождём, конечно! А ты будешь мужиком? Ответишь? Так все ответят по закону! Отойдите, людей пропустите! Молодой человек, покупатель! Отойдите! Я с вами за одним столом не выпивал! Ещё с таким бы я сел, а! Как ты? А мы вызвали уже! Я тоже вызвал! За нападение на журналиста! А какой ты журналист! Ты наркоман! Посмотри на себя! А ты готов ответить, да? Всё, всё, всё! Ты готов ответить? Всё! Я боюсь! Я съезжу, пописываю в баночку! Если не подтвердится, ты будешь балаболкой! Понятно? А что вам за это нужно? Перед кем? Перед публикой твоей? В Ютуб? В Ютуб? В Ютуб? Перед аудиторией твоей? Ну то, что вы там какой-то блин чистый! Чистый? Так вы обязаны быть! Да? По своему гражданскому праву чистым! Ну я и так чистый! Ну и всё! А ты грязный? Ну всё! Пусть он стоит вон! Тут дети ходят! Он и так уже всех напугал! Напугал! Да это и вы напугались! А ты вышеволена за это! Да хорошо! Ты чего хорошего? Пойдешь дворником работать! Да почему-то! У меня высшее образование! Вот это поворот! Высшее образование работает в магните! С высшего образования! Ты вообще выбираешься, ходишь и всё! Ты уверен? Уверен! Да? Да, я вижу! Ты проотвечался! Насрать! Насрать! Тихо! Тихо! Ребят! Тут ходят дети! Тут дети ходят! Рот закрой свой! Журналист! Ты сама свой закрой! Журналисты разве так разговаривают? Так разговаривают? Это что такое? Маску одень повыше! И рот закрой свой! Разберусь! Побыстрее уже! Да? Да! Закрывай рот свой! Сама свой закрой! У меня распотребнадзор кстати был! О! Ты вружка! Ты такая вружка! Что-то плохо не смотрели! Очень хорошо просмотрели! Ноль нарушений! Ноль нарушений! Да? Ноль претензий! Вот это поворот! Да! Перед вами извинились! Еще что нужно было сделать? Когда извинились? Когда вы ко мне подошли! А когда извинились? Начнем все сначала! Спустя какое время? Вы подошли! Спустя какое время? А почему у человека, который у меня начинает тыкать? Ты! С какого права вы имеете на меня тыкать? А что мне это может запретить? Ну я прихожу к вами! Я с вами разговариваю! Ни одно законодательство Российской Федерации не может мне запретить обратиться к тебе на ты! Даже к нему! Даже к нему обратиться на ты имею право! Не хотите с вами общаться? Я даже у тебя не работаю, чтобы соблюдать субординацию! Понятно? Но вы же журналист! И? Так а почему вы так позволяете себе общаться? Позволяю себе общаться и на ты и на вы! Так вы стоите! Я сам захочу как не общаться! Так вы орете на весь магазин! После того как на меня приводят здесь нападения в магазине! Вы посмотрите! Вы неадекватно себя ведете! Один даже способствует этому! Так вы посмотрите на себя! Вы неадекватно себя ведете! Директ прославится на весь интернет! Ну ой ой! Ютуб! Ютуб! Рулит! 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 Конечно рулит! Пойдешь пятерочку работать! Ой, да я там работала уже 5 лет! Да я не тебя спрашиваю то! Или ты уже мужиком стала? Стою я деловой! Время тратит! Нет бы я работала, бы ценники проверяла! И где работай? Да просрочку снимала! Иди работай! Я стою, вынуждена ждать и сейчас заниматься документацией! И ты работай! Иди работай уже! И заработай! Помойся и умойся! Изо рта воняет! Рот закрой! Сама свою закрой! Стоит тут! А что мне? Сесть что ли? Рот закрой! Сама свою закрой! Так маску натяни! Не хочу! Хочу отдышаться! Коронавирус на дворе! Коронавирус на дворе! На дворе у нее нету! На дворе, да! Это клювик свой закрой! У меня клювик закрыт, милый! Да? Незаметно! Ну вот и здесь закрыт! Да? Да! Очаровато на тебя закрыто! Дай-ка я зафиксирую на телефон! Я тебя зафиксирую! У тебя сотрудники все зафиксируют! Дай-ка я зафиксирую! Нормально он себя ведет? Нормально! Позировать, постоять может? В прессе! Ютуба! Или что нужно поделать? Сотрудник! Ну что хочешь, то и делай! Хоть ковыркай! А почему вы меня стоите фотографируете? А что нельзя что ли? Нельзя! Для какой? Зачем? Вы меня фотографируете? Кто запретил? Законы читай! Законы читай! Может ты меня еще ведет съемка здесь? Да сейчас сотрудники полиции вам все покажут! Кого? Повторите вопросы! Повторяй! Да глупо! Может еще видео съемку? Просто до своей закройте! Глупо! Самсу закрой! Самсу закрой! Умный! Умный! А ты кто? Конь в пальто! Конь в пальто? А, ну здравствуйте конь в пальто! Это ваше имя или фамилия? Конь в пальто! Конь в пальто! Ну так что? Продолжайте! Продолжайте! Провоцируйте! А ты провоцируемый что ли? Все провоцируемые! У тебя в обязанностях прописано быть стрессоустойчивым! У нас в жизни прописано дебилом не быть! Ну ты же дебил! Ну ты же дебил! Это ты дебил! Это ты дебил! Хорошо, хорошо! Да вы не разговариваете меня! Я говорю, это наркоман! Да он стоит меня и выводит на конфликт! Выводит? На конфликт! Только наркоманы так и делают! И неадекватные люди! А если окажешь, что он не наркоман? Все, давай, иди пока! Ну иди пока! Иди работай! Ценники выставляй! Ой, заработал ты сейчас лотива, а! Помолчите, пожалуйста! А если я не помолчу? Кто? Мы тогда разговаривали! Мы так разговаривали! Мы так разговаривали! Мы так разговаривали! Трепло, блин! Тряпка! А не мужик! Как таких тряпок-то берут на работу на такую, а? Ты баба! Я баба? Да! Да я хоть отвечу сейчас перед законом-то! Ну, как баба! А ты сможешь ответить по закону? Как красная баба! Сможешь ответить по закону, что сейчас было нападение на журналиста, а? Смогу! Сможешь? Да! Не было нападения! Вот это журналист! Журналист? Красавчик! Сможешь! Сможешь! Не было? Да ты тряпка, потому что! Ты не мужик! Ты баба! Ты не мужик! Ты баба! А ты кто? Ты баба! Ты баба! Так я тебя ещё тоже сниму! Так что, было нападение на журналиста или нет? А? Не было! Впрочем, я тебе говорю, убери вот это! Журналист! Журналист? Красавчик! Коп! Коп! Не было? Не было! А если окажется, что было? Ты кто будешь? Балабол? А ты кто будешь? Я буду гражданином Российской Федерации! Ну вот и я тоже! А ты будешь, по ходу дела, видимо, этим какого? Тряпкой, наверное! Вот закройте свой! Ты сам свой закрой! Вот закройте, пожалуйста! Сам свой закрой! Я вообще с вами не разговариваю! Так и не разговаривай! Молчи! Молчи в намордник свой! Своя день! В намордник свой! Молчи! И не разговаривай с людьми! А то тупостью попахивает! Здоровый! Что случилось? Да ничего вам неадекватно! Нападение на журналистов! А этот препятствовал! А что это нападение? А? Находит просрочку и ищет! Вообще неадекватно разбиваю его! А это запрещено просрочку искать что ли? А? Очень другое! Это запрещено просрочку искать? Да! Так вызвал еще со своей стороны вызвал! Ты провоцирует меня на конфликт! Обзывайте! Обзывайте! Я уже вызвал! Я подошел к вам и попросил вас масочку надеть на носик! Ну? В ответ услышал а ты кто такой и так далее! Попросил вас не тыкать! Не тыкать? По итогу что у нас произошло? А мне запрещено тыкать? Я вас попросил так соблюдать! Я тебя отказал! Ну и все тогда! Я вам праве отказывать! В таком случае! А что ты кричишь то? Да блин просто! Да блин просто! Ты не стрессоустойчивый! Да он у всех уже тут просто! Он колебал! Он кстати еще матом ругался его! Это позволено матом ругаться сотрудникам? Ну ладно никому не разрешено ругаться! А он матом ругался в общественном месте! Как вы считаете? Как вы считаете? Нормально сотрудникам? Сейчас приедут полиция и напишешь заявление! Потом уже начнется разберется что и писать! Что я там делаю? Что будет написано заявление? Что он на тебя напал? Ну так я напишу! За то что он препятствовал журналисту! Тоже будет написано заявление! По 144 статье уголовного конкурса! Все мы поняли! Все давайте успокоимся! Мы поняли! Здравствуйте! 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 Вы малист! Здравствуйте! Дома полиция! Документы вычерпятся! На основании! На основании заявления вы... Поступил заявление что вы скандалите! Да! Вы нарушаете общественные порядки! Да! Возможно есть став у мелкого хулиганства! У меня тоже есть такие заявления! Я понял! Документы ваши можно увидеть? Можно! Нет! Что у вас случилось? Нападение на журналиста! 144 статья уголовного кодекса! С какой целью на вас напали? С целью отобрать мое имущество! Вот эту вот видеокамеру! Для того чтобы скрыть преступление! Соответственно которое было в магазине! А что за преступление? А просрочные продукты продают! Это теперь у нас преступление называется? Ну да! Сотрудник магазина посчитал и да! А у вас есть паспорт вообще? Паспорт? Российский паспорт есть! Да! Это просто я вот не разбираюсь! Это не является документом! Так же как и ваше удостоверение тоже не является документом! Серьезно? Серьезно! Что вы так считаете? Ну так вот! Да! Можете показать удостоверение? А потом еще паспорт предъявить! Что это вы, то вы! Удостоверение вам покажите! Ну то же самое! Ну то же самое! Я прошу вас паспорт! У вас есть паспорт? Паспорт у меня есть! Будьте любезны! Покажите мне паспорт! Показать вам его? Конечно! Как то? Пожалуйста! Силенко Иван Дмитриевич! Как я писал так и есть? До 26-го года! Очень приятно! Меня зовут Кирилл! Мы уже прочитали! Ага! Так же поступит у меня заявление по 20.1! А где? Недосотрудник ваш! Давайте без оскорбления! А это не оскорбление! Давайте будем... В гражданском порядке пускай подают исковой суд! Можем вам дать бланки заявления? В порядке... Устный... Протокол принятия устного заявления! Нормальный! То есть вы писать ничего не делаете? Ну как? У меня смотрите! Видите? Нападение было! Они меня крутили здесь! Пытались отобрать моё имущество! Не могу успокоиться! Слушай! Помолчи уже! Рот свой закрой! Вы сейчас начинаете врубить! Врубить! Пускай подает исковое заявление! А я считаю нужным обращаться к ней так как захочу! Вот этот вот матом ругался! Прошу установить его лично! У вас же на видеозаписи есть? Всё есть! Всё имеется! Онлайн сможем посмотреть прямо сейчас? То есть надо будет создать? Ну по запросу предоставить я смогу! И один сотрудник магазина! Где ваш сотрудник? Можете привезти его? Маленький такой! Ростиком! У нас сегодня все снимали! Да! Пусть целый день снимаются! Так! С кем у вас конфликт первоначально произошел? Первоначально? Я разговаривал вот с ней! Вот с ней разговаривал! По поводу просроченных продуктов! Директор! Важно? Нет, подождите! Пусть посмотрели! Пусть пока побудет умение! Это мой документ! Я понял! У меня возможно есть основания для составления в отношении вас протокола нестилом правоношения по статье 20.1! 20.1! Да там ругался! Будьте любезны! Мы сейчас все обсудим! Выясним! Ну тогда я тебя подержу! Я никуда не убегаю! Потому что если на вас тоже так же напишут заявление, что вы являлись инициатором, то мы доставим вас в отдел полиции и составим протокол! Ну да! В принципе, люди, которые собирают просроченные продукты выявляют, они инициаторы! Я здесь был, когда все это произошло? Ну если они конечно подоставили еще доказательство, что я матом ругал, я матом это вызывал сотрудников полиции. Вы вызывали, да? Я вызывал тоже за нападение на журналиста. Хорошо. Кто на вас напал? Вот это вот способствовал это нападению. Изначально кто на вас напал? Вот спросите у нее, у директора. Где аж сотрудника? Он просто стоял у меня в журнале, я хочу на него сейчас написать. Так они его не хотят показывать. Кто изначально на вас напал? Они не хотят его показывать. Я схожу за заявлением пока. Девушка не боится. Вы говорите на меня напали? Конечно. Нет, просто я... Так спросите у директора, где он? Он пошел в туалет. Пошел в туалет? Да, 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 он просто вот мой. Они все так в туалет ходят. Он не снимал, но у меня такой... Как только приезжают сотрудники полиции, они все в туалет сразу идут. Почему-то. Я думаю, если бы вы адекватно общались, ничего вам этого сейчас не происходило. Когда нападают на человека, да? Я должен адекватно общаться. Вы сейчас в своем умеете, товарищ литерина? Рот закройте, не с тобой сейчас разговариваю. Вы сейчас занимаетесь мелким хулиганством. Мелким хулиганством? Да? Оскорбаете граждан в общественном месте. А вы занимаетесь нравоучением. Серьезно? Серьезно? Я вот сейчас по этой статье и задержу под 20 штук. За нравоучение, да? Вы в моем присутствии уже повторно. Я вам делаю предупреждение, чтобы вы корректно общались с гражданами. Ну? Если вы не умеете корректно общаться с гражданами. А что значит некорректно? Значит будет со Сталин протоколом. Что значит некорректно? Корректно. Вот это рот закрой, это оскорбление. А потому что он вмешивается в наш диалог. Опять? Опять что ли? Вы будете искать человека? Конечно, устанавливаем. Сейчас он придет. Так ищите. Или будете способствовать этому? Я не способствую. Я вижу, что вы себя неадекватно ведете, агрессивные граждане. Конечно, потому что на меня нападали здесь. Сейчас на вас никто не нападает. Потому что вы здесь. Еще бы здесь напали при сотрудников полиции. Но это вообще был бы тогда смех. Где сотрудник-то? В туалете сидит, говорит. Сколько ему там нужно в туалете посидеть? Я уже не знаю, сколько ты не будешь. Сколько? Веди его сюда, сотрудник. Смотрите, он мне тыгает. Он мне все это, все что-то по угрожает мне. Он мне стоял, угрожал, стоял. При маленьких детей покупал. О! Ты вружка! Ты такая вружка! Да. У покупателей отвлекает от работы. У меня видеозапись ведется непрерывно. Он вообще неадекватный. У меня видеозапись ведется непрерывно. Что я к тебе тут приду со своими ребятами и буду с тобой тут разбираться. Ты типа будешь уволена вообще. А это угроза, да? Ну а что это? Ты будешь уволена. А, и он еще какую-то там власть имеет над верхушкой магнита. Вот это поворот! Ну он мне там в общем в таком тоне все это говорил. У меня есть запись его разговора. Я включила диктофор. Это 49 рублей. Дадите прослушать? Да, конечно. Давайте. Так нету. Сами провоцируйте, чтобы создать сенсацию. Вот это вот, чтобы общественный резонанс. Понимаете? Потом граждане смотрели это все и обсуждают. Иван. 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 У меня можно просто Иван. Просто дело в том, что вы сами толкаете. Кого толкаю? Ну я образно говорю. Потом создают общественный резонанс. И все потом вот эти вот комментаторы начинают писать. Сейчас будет резонанс. Того что произошло. Было нападение соответственно на журналисты. Кто на вас напал? Так вот они его скрывают. Он говорит, он в туалете сидит. Сколько там можно сидеть-то? В туалете-то? Он все сидит в туалете. Сейчас смотрите, я сейчас опять у него спрошу где он. Пускай на его убить. Он сидит в туалете. Сколько можно сидеть-то там? Ну я не знаю. Два множества человек сидит. Два множества человек. Да. А может он просто домой ушел? Испугался, а? Наверное. И у него нет регистрации? Может убежал домой, да. Сходите хотя бы хоть кто-нибудь пройдитесь, посмотрите где он. Пройдите сами. Ну в подсобное помещение я не имею права заходить. Ну так у нас и вообще надо идти побыстрее. Да? А что мне еще сделать? Протокол принятия устного заявления. Это заявление. Ну так напишите. А там протокол принятия устного заявления. Согласно 736 приказу. У меня есть формализованный план принятия заявлений. Вы можете его написать. У меня есть гражданская... У меня есть по гражданской... Зачем вы так принципиально сидите? Ну потому что я... Видите что у меня творится? Я сейчас буду писать криво, потом не поймете. Я точно так же буду говорить. Я могу со слов ваших написать. Так, я что просто прописываю и что произошло, да? Да. Не могу сказать. Я говорю, вы будете их диктовать. Руки выворачивали они мне тут. Вы будете диктовать. Кстати, а где этот какого? Вы личность установили? Мы знаем. Вы будете диктовать. А про кого я имею ввиду? Сотрудники ЧОПа. Ну. А на кого я это указывал, чтобы установить его личность? То, что он матом ругался. Правильно. Вы пишите, что сотрудники ЧОПа. Так вы установили его личность-то? Вы напишите мне заявление. Вы личность установили, товарищ Леонид? Установил. Когда? А как вы напишите заявление? Человек уже уехал. Установил. Вы не переживайте. Человек уже уехал. Ну, установил мы личность. Каким образом установить? Очень просто это все установить. Каким образом? Очень просто. Через отдел полиции 21-й. Через отдел полиции 21-й? Ну, потому что. Ну, чтобы потом министр колокольцев видел все это. Как работают у нас сотрудники полиции и служат. Гражданам Российской Федерации. Слушайте, вы лет недавно так кричали и голос повышали. Где? Вот в магазине. Где? Наверняка вы это вырежете. Нет. Не вырежем. Да. Я вот уверен. Вы сделаете нарезочку красивую. А я вот уверен, что вы сейчас воспрепятствуете, соответственно, профессиональной деятельности журналиста. С чего вы взяли? Ну, потому что. Ну, я так решил. Вы же ругались? Да. Я же вам показал пресс-карту. Такую корочку я вам тоже могу принять. Да, и с печатью. Конечно. А где вы возьмете печать? Подделаете печать? Я не знаю кто вы и что вы. Я вам показывал. Вот моя пресс-карта. Подпись. Есть. Ну, что дальше? Прекрасно. Я рад за вас. Вы будете писать? Конечно. Пишите. Я вам даю бланк. Пишите. Согласен с 746 приказом. Журналисты писать не умеют, да? Да. А вам, товарищ лейтенант, пресс, больше не заниматься нравоучениями. Руководство это будет отправлено. Отправляйте. Надеюсь, вы получите по тому, чему надо. И впредь перестанете заниматься нравоучениями. Вы плохой журналисты занимаетесь ерундой. Чем занимаетесь? А можно погромче? Ерундой занимаетесь. Журналисты занимаются ерундой. Вы не журналисты, а вы. Товарищи журналисты Российской Федерации, обратите внимание. Товарищ лейтенант, который говорит о том, что журналисты занимаются ерундой. Вообще, в принципе. Не журналисты, а вы. А я не журналист, да? А я не знаю. Не знаете, да? И считаю, что нет, конечно. Ну, я руководству вашему предоставлю пресс-карту. Представляете. И видеозапись по запросу тоже. И попрошу еще изъять видеозапись в магазине, которая есть. А я еще вас предупрежу, что в сеть интернет выкладывать со мной изображение. Я вам не даю согласия и запрещаю. А оно требуется? Вот я тоже, мама, это хочу. А теперь нормативный акт, статья и закона. Вы можете снимать только для своего личного пользования, либо для, если на вас составляется административный протокол или какой-либо материал, для подтверждения или опровержения произошедшего. А в сеть интернет выкладывать, если я не даю вот мое изображение, изображение сотрудников полиции, если я не даю согласия, вы не имеете права. Вы сейчас гражданин? Я сейчас преисполнение. Правильно? А деятельность сотрудников полиции что? Вы меня услышали? Вы меня тоже слышите? Вы меня услышали? Вы меня слышите? Прекрасно. Не надо перебивать. Вы меня не слышите, да? Деятельность сотрудников полиции гласна для граждан Российской Федерации. Это раз. Статья 152.1 Гражданского кодекса. Это 2. 29-я статья Конституции Российской Федерации. Это 3. Да выложу. А вы в гражданском порядке можете подать. Только когда вы снимете форму свою, униформу вот эту, с погонами, товарища лейтенанта, и переоденетесь в гражданскую одежду, тогда можете подать. Все, я с вами больше не хочу разговаривать. Вы неадокователь. А вы врач? Или сотрудник полиции? Фамилия, имя, имя, отчество ваше. А что вы уже мне запрещаете? Я вам не запрещаю. А что сейчас было? Я вам запрещаю выкладывать мое изображение в сети интернет. И предупреждаю, что выложу. Поэтому у вас в жизни такие проблемы постоянно. А у вас какие проблемы? У меня все прекрасно. С камерофобами что ли? Проблемы? Вы камерофоб? Товарищ лейтенант. Занимайтесь сейчас. Обычно блогеры у нас любят дружить с сотрудниками полиции, а вы по ходу дела не любите дружить с ними. Зачем мне с вами дружить? Да потому что. Спровоцировали тут какую-то ситуацию из ничего, из пустации. Теперь это снимаете? Сейчас вы напишите, сейчас вы напишите, еще примите на себя заявление, товарищ лейтенант, за норовоучение. Понятно? Вы на меня голос-то не повышайте. А что будет? Ничего не будет, не повышайте голос. Ну и все тогда. Пишите. Если вы неадекватен. Вы врач? Заявление. На кого мы что заявляем? На вот на эту гражданку. Установите ее личность. По поводу чего заявление? Мата в общественном месте. То есть она ругалась матом? Конечно. Два раза на меня. Слези чем она ругалась на вас матом? Это у нее же сейчас спросите. Я же матом-то ругался. Заявляю. В 17.35 был вызов, который в общественном месте или именно в магазине ругался на меня грубой инсезуум брать. Конечно. А вы подвините. А вы подрубите. Правильно ли? Я написал. Так вы личность установите ее? А, ну в принципе, неизвестная мне гражданка в форме директора магазина «Магнит», расположенная по адресу… Просто смотрите, суть в чем я… Сержант, да вы? Я… А можете принять заявление на своего сотрудника? Сотрудника полиции, товарища лейтенант. Можете дать его в полиции доехать? Нет, давайте вы сейчас примите. Давайте, мы вам дадим благ, и вы напишите. А давайте вы мне будете указывать, что мне делать. Слушайте, ведите себя адекватно и корректно. Я корректно себя веду. Вы надо тут вот снимать и провоцировать сотрудника в полицию. А вы спровоцировались? Мнимой сенсацией. Вы спровоцировались, товарищи полиции? Да нет, вы просто ведете себя корректно. Ну и все тогда. Не корректно, вы врач? Смотрите, кричите. Вы врач? Сейчас, смотрите, мы сейчас еще этого, как его вызовем? Ответственного сюда. Слушайте, вызывайте кого хотите. А вы будете вызывать его. Какими именно словами вас оторвляют? Я должен назвать эти слова, да? Да, конечно. Да? Чтоб меня привлекли по 20.1. Товарищ лейтенант, вы сейчас в своем уме? Выражался. Выражалась нецерзурной бранью. Два раза. В общественном месте. Чтоб было зафиксировано на видеокамеру. Прошу задержать данную сотрудницу магазина. Для выяснения обстоятельств. Что там? Продиктуйте заявление. Продиктуйте заявление. Славя, прочитайте. Продиктуйте. Я плохо читаю. Вы журналисты должны читать. Я читать не умею, товарищ лейтенант. Продиктуйте. 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 Продиктуйте со своим заявлением, которое записано с ваших слов. Продиктуйте. И распишитесь. Будьте любезны. Продиктуйте. Не занимайтесь провокацией. Будьте любезны. А вы провоцируемы? Да вы провоцируете. Я вам не маленький мальчик, чтобы вам тут заявление ваше же читать. Будьте любезны, сами его прочтите. Я имею право воспользоваться тем, чтобы вы мне продиктовали заявление. Какое у вас право? Гражданское право. Серьезно что? Серьезно? Или я что, не гражданина уже что-ли? Я вам даю бланк заявления. За вас его написал, потому что вы в состоянии. Вы, видимо, плохо в школе учились, читать и писать не умеете. Вызывайте ответственного, товарищи. Зато камеры научились пользоваться. Вызывайте ответственного. Кто вам ответственного будет? Сотрудники полиции. На основании чего мы вам ответственного? На основании вашей конфликта между мной и вами. Какого конфликта вы ознакомились? Вы занимаетесь здравоучением сейчас. Вы либо даете заявление, либо не даете. Вы либо ознакомьтесь, я принимаю меры. Ознакомьте меня устно. Либо не ознакомьтесь. Ознакомьтесь меня устно. Я уже написал. Я читать не умею сейчас. Серьезно, журналист, как же вы прошли? Ну вот так прошло. Серьезно, да. Матом ругайтесь, товарищ лейтенант. Я горчон за вас. Ну камера записала. Прекрасно все. Камера записала. Я рад за вас. Товарищ сержант, прочитайте, пожалуйста, заявление, которое написал сотрудник ваш. Или вы тоже не будете? Мы не на диктанте. Я написал за вас. Будьте любезны ознакомиться, расписаться. А я имею право ознакомиться устно еще. Прекрасно. Чтобы вы мне продиктовали, товарищ лейтенант. Вы только что его продиктовали. С ваших слов я его записал. Сами диктовали. Да вы половину сами писали. Я не знаю, что вы там написали. Как диктовали, так и писал. Нет. Будьте любезны. Да нет. Камера писала все. То есть вы отказываетесь правильно? В смысле? Я ничего не отказываюсь. Ну вы занимаетесь препирательством сейчас. Каким препирательством? В обычном препирательстве. Называйте ответственность. Ваша работа. Очень нужная. Знаете, что еще министр Кавакольцев сказал? Не заниматься нравоучениями. С гражданами Российской Федерации. Чем сейчас занимается сотрудник полиции. Старший лейтенант. Номер жетона ваш какой? Без комментариев. Номер жетона ваш какой? Можно вам показать. Чтобы полностью было все известно. Для граждан Российской Федерации. Два ноля и 79-45. Довольно? Вот товарищи сержанты вообще вопросов никаких нет. Он красавчик. Он просто красавчик. Стоит молчит. Не занимается нравоучениями. Товарищ лейтенант видимо позвонил повыше и занимается нравоучениями. Он чем этот становится, тем громче кредит. Верит в себя и вольте кучей. Нравоучениями? Над кем? Над вами что ли? Вообще, вообще, вы пришли, с какой целью вы сюда пришли? Я провожу общественный контроль. Какой контроль? Общественный. Он пришел как покупатель и упражал стоять. Вы написали заявление, я написал за вас, так как вы не можете написать заявление, оказывается. То есть вы не в состоянии. В связи с чем мне непонятно, конечно. Да вам не нужно понимать это. Вам не нужно это понимать. Я захотел, я воспользовался этой услугой. Правильно. Я написал. Что министр в колокольце сказал. Ознакомьтесь и распишите. Ознакомьтесь меня устно. Чтоб это все слышали. Чтоб это все слышали. Вот и вы прочитайте вслух. Вы прочитайте. Вы трус. Вы трус. Да. Трус? Да. Я не трус, который сбегает отсюда. Который якобы пошел в туалет. Я же ведь не трус. Так я же здесь стою и жду сотрудников полиции. Дождался. Так он сотрудник сторонней организации, которая предоставляет услугу магазину. Он трус. Ну так ты бы... Он трус. Он не мужик. Он же хотел с тобой поговорить. А кричал здесь, что он мужик, он дождется сотрудников полиции. Что вы кричите-то? Вы что-то чувствовали? Сейчас чувствуете немножко обащает его. Ругаясь в общественном месте матом. И он еще мужик оказался. Не дождавшись сотрудников полиции. Что давайте. Не ответив перед законом. Мы с вами поедем дальше закон читать. Мы? Да, я поеду. А ты-то поедешь. Я поеду, да. Я поеду. А почему здесь мы-то? Почему здесь мы? Кому писать? На кого? Ну я не знаю. Масимову. Масимову, начальник. Пожалуйста. Моего. Вы отказались, да, товарищ Лейтенант? Это нужно писать заявление. А вы все прекрасно уже слышали. Не надо меня переспрашивать. Вот. Товарищ Лейтенант отказался писать заявление. Принимать гражданину Российской Федерации заявление. Оставляем жалобы на 21-й отдел полиции. Вот ваше заявление. Вы будете его рассыпать? У меня еще два заявления. Будете или нет? У меня еще два заявления. Будете или нет? Оно неправильно составлено. Будет с ваших слов составлено. Оно неправильно составлено. С ваших слов составлено. Оно неправильно составлено. В таком случае я могу дать вам балки, вы сами... Вы будете сами писать, товарищ Лейтенант. Если вы правильно не хотите сами писать, то чем я вам могу еще... Что я в принципе... Вас министр колокольцев сделал писать. Вы занимаетесь провокацией. Я? Да. Вы лично. Я написал, что... Это ваше субъективное мнение. Это ваше субъективное мнение. Вы останетесь при себе. И это мнение останется при вас. Я написал с ваших слов заявление, с которым вы не хотите ознакомиться, с которым вы не хотите подписывать. Что для вас? Я бы ознакомился. Вы сейчас вызвали дополнительный участок, он уже приедет. И приедет у вас уже с ваших слов объяснение. Раз, с моих слов вас не устраивает. А, привет? Да? Все, действительно. Я бы подписал это заявление. Конечно, дождусь. А, ну все, тогда. А, ну все, тогда. А мужик-то выйдет твой? Это не мой мужик. Мой мужик, ты не с ребенком с моим. Да, извиняюсь, извиняюсь. Тут я извинись, да. Не твой мужик, а сотрудник, который применял физическую силу. Не знаю. Что ты не знаешь? Если мы с вами посмотрим, что все лучше. Что лучше? Да. Наверное, продавать просрочку лучше, да? Мы выясним, что данный товар, мог реализовываться, так как не потерял кондиционного вида. Потому что в температурном режиме прописано. Вы можете посмотреть. Там четко прописано, да? Да. Галактический свой может продаваться. Ну, покажи. Я покажу вам другой. Просто ваш товар уже списан. Нет, мне нужен этот. А я уже списала, выбросила. А мне нужен этот. Нет, ты кто принеси, который просрочен. Так он уже выбросился. Оказался. Ой, ну все, он уже выбросил. Это балаболка какая, а? Так мы же сразу по факту списали. По факту списали. Умная какая, а? Решила съехать. Ну, что, какая хитрая, а? Ты дурака, что ли, нашла? Не тут-то было. Вот ты же понимаешь, что ты тоже вот так делаешь? Как вот, каково вообще нормально? Я же все прекрасно понимаю. Ну, если бы ты... Ну, если бы ты... Заним записывать все. Да откуда, я уже не знаю, что вот это. Если бы ты изначально, то извинилась, но передо мной. Когда ты что-то уже показал бы, да? А ты изначально, ну как только ты появилась? Я посчитаю сама. Ну, конечно, посчитаю сама. Что-то мне здесь считаешь уже. Я же тебе показываю. Нормально. Но она не просрочка же. Она же имеет право быть. Ну, подожди, она по срокам, да. Но она может быть, она же в нормальном, в нормальном виде. Принеси то упаковку, если там будет прописано до... Сейчас принесу я просто отдала сразу же подписка, я сказала сразу списать. Я перед тобой извинюсь. И даже на камеру извинюсь. Не надо на камеру. Не выставляй просто ничего и все. А сотруднику я скажу, чтобы извинился, и мы с тобой регулируем компликт по-человечески. Потому что это... Для него это 6 лет за нападение на журналист. Да он в 2 ключе. Понимаешь, кто? Я рад за него. Кто? Никто. Таких, как он, мне угрожали уже, знаешь, сколько? Десятых. И в очереди стоят. Все почему-то, как только приезжают сотрудники полиции, убегают, как он сейчас это сделает? Ну конечно, а что бы ты сделала? Потому что у него нет регистрации. Нет, у него регистрация есть, у него может там непродлённая это-то... Скорее всего... Нет, скажи, что... По факту, у него нет. Ну, да, если так, то да. Если будет, вот так... Ну я не знаю, просто они не мои сотрудники, поэтому я не могу тут чистое назвать. 144 статья. То, что он схватил еще моё имущество, если я напишу заявление о том, что изляли видеокамеры видеонаблюдения, и то, как он пытался отобрать моё имущество, которое стоит денег 45 тысяч. Это еще уголовка будет. Ну ты тоже понимаешь... Он сядет на 15 лет. И этот сотрудник, который помогал ему, держал меня. Тоже ему будет уголовная статья. И этому сотруднику счет тоже будет уголовная статья. Нет, почему-то... Если у тебя были конфликты, то уже здесь. А тебя могут быть уволить за то, что ты не предотвратила... Не препятствовала. Не предотвратила администрационную статью. Почему ты не подошел и не сказал, потому что я общественная. Я дружу с такими ребятами. Я думаю, у меня наоборот хорошо. Ну, конечно, тоже, в принципе. Ну, понятно. Вот честно, реально, и вначале мы тоже будем. Давай решим нормальный вопрос. Давай договариваться, чтобы нормально все было. Зовешься его. Пускай не прячься. Нету его, нету его. А куда он ушел? Он убежал домой. Мужик оказался. Ну, привезет это, понятно. А грешил мужик? Давай. Все хочешь. Я ничего не хочу. Больше. Только не собрать прокрученный продукт. Вот что я хочу. Субтитры сделал DimaTorzok